Мы вам рады! Добро пожаловать! Так встречают всех гостей благотворительного марафона. В этом году встреча юбилейная. Акции «Поддержим ребенка» 10 лет. За это время детский фонд помог почти 10 тысячам детей. В их числе барнаульская второклассница Милана. Хочется побыстрее вылечиться от диабета, конечно. Быстрее, чтобы в школе нормально есть, не брать с собой контейнер, и портфель, чтобы не был тяжелый. У Миланы сахарный диабет. Детский фонд уже помогал ей. Выделяли деньги на поездки и препараты. А в этом году купили долгожданную инсулиновую помпу. В семье Миланы о ней мечтали почти три года. Помпа, она, как говорят, как искусственная поджелудочная железа, которая у ребенка перестала работать. И поэтому она позволит жить как более нормальная, здоровая. Таких же мальчишек и девчонок, как Милана с диагнозом сахарный диабет, в крае более 150 человек. За последний месяц удалось помочь шестерым из них. В целом за год работы марафона помощь получили 500 детей. Собрали почти 12 миллионов рублей. Казалось бы, немало. Но в сравнении с прошлым годом сумма снизилась значительно. На 6 миллионов. У нас была иркутская трагедия, очень серьезная. И жители Алтайского края на нее очень активно отреагировали. И были хорошие поступления. То есть нам удалось поддержать все берегов. Возможно, связано с этим. Но я не думаю, что люди стали черствее или менее трогают их судьбы детей. Напомним, что благотворительный марафон «Поддержим ребенка» появился в крае в 2009 году по инициативе экс-губернатора Александра Карлина. В лучшие времена благодаря акции на помощь детям удавалось собрать более 20 миллионов за год. Теперь событие потеряло губернаторский статус. Именно с этим эксперты связывают уменьшение собранных сумм. Но преданные благотворители остались. Вообще с Российским детским фондом мы сотрудничаем уже 7 лет. Ну и постоянно участвуем в акции «Поддержим ребенка» на протяжении всего этого периода. Ну, всего за весь период нашего сотрудничества с Российским детским фондом мы перечислили миллион 830 тысяч рублей. А в рамках акции «Поддержим ребенка» чуть больше миллиона. В собранную помощь направляют детям с ДЦП, диабетом, целяки, глухотой и муковисцидозом. Кстати, итоговая сумма этого года может измениться. У меценатов есть еще целый месяц. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. День с толком.